Девушки отдыхают Уехать из страны и там гадить еще, да, за то, чтобы получить какое-то положение в этой стране, в чужой, с одной стороны жалко, а с другой стороны гадко. А с третьей стороны я же сам попробовал получить израильское гражданство. Мне его, к сожалению, не дали. Поэтому, когда другим дали, а мне не дали, я буду говорить, это жалко и гадко. Даже не знаю, что больше. Скорее, гадко все-таки больше. Да не, Олег, скорее обидно. Обида и зависть. И не только она. Ну, если, допустим, ты не согласен со страной, если ты хочешь где-то в другом месте жить, мы открыты, да, можно спокойно уехать и живи, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, над свою родину. Латвия, Литва и Эстония запретила въезд Олегу Газманову. Знаете почему? Чтобы не тявкал. Это предать свою мать вообще просто. Вот так вот примерно это выглядит. Олежка, а ну напомни нам, чем твоя мама занималась? Мои родители прошли всю Великую Отечественную войну. Отец закончил войну в Берлине, а мама в далеком Халкинголе. Подожди, Олежка. Это получается ты свою маму предал? Потому что они воевали против одного диктатора, а ты наоборот топишь за другого. Как же так, а? Отказаться? Ну откажись молча, уезжай. Но... Но все-таки обидно, да, Олег? Обидно. Видимо, это попытка получить какую-то подачку. Правильно. Лучше считать, что им какую-то подачку дали. Так она зато не так обидная будет. Которые, а принимающая сторона ненавидит твою родину? Проще считать, что они все ненавидят нашу родину. Чтобы внутренний червяк спал спокойно. Я бы не хотел в таком положении оказываться никогда. И никому не желаю. Ой, знаете, не особо и хотелось. Так вот это чисто для себя попробовал. Юрий Лоза пересмотрел телевизор. Послушайте. Вы видели хоть один полет, который полетел бы в космос? Вот ракета вот стартует, да, все старты. Хоть одна ракета полетела туда. Все ракеты поднялись. Я ракетчик. Я служил в ракетных частях. Ракеты все поднялись на определенную высоту. И потом легли. И полетели параллельно земле. Куда легли? Как куда? Отдохнуть, наверное. Тут пока на пятый этаж пешком зайдешь, отдышка. А тут сразу в космос. Понятное дело. Отдохнуть надо и ракете, и космонавтам. Все ракеты вот так вот летят. И летят дальше куда? Подождите. Если земля плоская. Над землей летят. А потом куда? Они падают? Над землей. Круглая ракета пролетает над плоской землей. Как сосиска над лавашом. Чтобы понятнее было. Вы не знаете, сколько можно крутиться вокруг земли. То есть они кругом летят, а плоская земля. Она что, как блин? Блин шоу? Скорее всего. Скорее всего, как блин, да. Ну, там еще второй вариант есть. На трех слонах стоит. То есть вот так вот. Ну, большой блин, большое блюдо. Тогда скажите, какие государства, вот по краям, на которых заканчивается? Заканчивается все это ледяной стеной, Антарктидой. Короче, как пицца в морозилке. А вот там, где стенки, по бокам холодильника, там ледяная стена. Туда не пускают. На край земли нельзя прилететь. Почему? Всеобщее правило такое, принято во всем мире. Нельзя попасть туда, вас просто не пустят. Чего вы смеетесь? Перед вами будущий министр. Не меньше. В Антарктиду? Да. Ну, как же, люди туда ездят, даже путешествуют? Нет, 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 никто не путешествует. Кто вам сказал? Запрещено, все исследования Антарктиды запрещены международной конвенцией. Главное, по уверенней говорить, смотреть прямо в объектив, и люди схавают. Никто не может объяснить, почему. Почему нельзя в Австралии идти в сторону Антарктиды? Тоже никому не закрыты заборами. А как там запрещают? Подождите, ну есть же какие-то путешествия куда-то. Да нет, какие путешествия. А что им выдают за Антарктиду? Вот это и выдают. Что-то мне подсказывает, что люди, которые говорят, что земля плоская, и люди, которые говорят, что рейтинг Путина 81%, это одни и те же люди. Информационное оружие в отношении Украины используется кремлевской властью гораздо чаще, нежели оружие летальное. На освещении новостейных триллеров Дмитрия Киселева, кошмар-шоу Владимира Соловьева и им подобных мы не раз останавливались. Программы, выходящие на второстепенных каналах, оставались в тени, но мы не могли обойти вниманием шедевр, выпущенный в эфире телеканала ТВЦ в программе «Центре событий» с Анной Прохоровой. В этой вполне серьезной злободневной передаче был показан сюжет, превосходящий по степени маразма, истории о распятых мальчиках, рабах и снегирях. Черное море – суть объекта искусственного происхождения, откопанной вручную завистливыми древними укрыми. У всех моря было, а у них не было. В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом. И вы даже не догадываетесь, с какой именно целью они его копали. Чтобы мыться и стирать. Именно интенсивной помывкой укров и объясняют современные украинские историки такое количество сероводорода в нижних слоях Черного моря. А в качестве доказательства его искусственного происхождения, ну, кроме их слова, что само по себе значит очень много, приводятся горы – кавказские, крымские и турецкие, которые ничто иное, как отвалы породы от огромного котлована. И по словам все тех же украинских историков, при ближайшем рассмотрении это отчетливо видно. Ведущая Анна Прохорова утверждает, что в Украине бытует легенда о неких древних украинцах, выкопавших Черное море для стирки белья. В подобного рода выдумку рядовой россиянин должен поверить с легкостью. Ведь доктор экономических наук и советник президента РФ верят, что кровожадные украинские националисты варили людей в больших котлах. Я напомню, что когда были бандеровцы, то телевизоров не было. И развлечений у них в схронах было не так много. И развлечением, которым они могли себе позволить, была варка заживо в котлах тех врагов или тех, кого они считали врагами, которых они ловили. И когда эти схроны вскрывали, то почти в каждом был большой железный чан для того, чтобы варить в нем людей заживо. Ведущая ссылается на каких-то украинских историков, к мнению которых прислушиваются не только пациенты психиатрических клиник, но и вменяемые люди. Об историках чуть позже. А пока продолжим вслушиваться в смысл озвученного в эфире ТВЦ. Не менее отчетливо видно из сегодняшнего Киева и влияние Укров на мировое художественное наследие. Цитирую пана Гнаткевича. У нас есть основания считать, что Овидий писал на древнем украинском языке. И плевать на то, что до конца XIX века даже разговора о каком бы то ни было отдельном украинском языке не было. Да и вопрос об этой отдельности по-прежнему открыт. Прохорова допустила грубейшую ошибку, сознательно солгав зрителям, выдав в эфир непроверенную информацию. Названного ею пана Гнаткевича, как и самой статьи, никогда не существовало. Лет десять тому назад в сети была запущена и растиражирована информация о публикации то ли Зе, то ли Э. Гнаткевича от 23 января 1993 года, якобы напечатанной в газете «Вечерний Киев». Приведена цитата «У нас есть основания считать, что Овидий писал стихи на древнем украинском языке». Но дело в том, что такая статья не была никем написана, и сам пан Гнаткевич – персонаж вымышленный. Следующий посыл ведущей, которым она подводит зрителя к сюжету, ближе к реальности. Главное – вложить правильную мысль в голову населению, особенно подрастающему поколению. Причем годится, как убедилась Мария Богомолова, любой способ. Во время войны и экономического кризиса в самый раз затронуть тему бюста. Особенно, если дело касается украинской тематики. Россия снова украла у украинцев их национальное достояние. На этот раз удар был выше пояса. Это Мария Заринг, обладательница титула «Самая натуральная красавица России». На Украине с этим категорически не согласны. Девушка раньше жила в Крыму, значит, ее красота не российская, а украинское достояние. Некая киевская ценительница моды Оксана Мельник высказала свой протест в связи с признанием обозначенной обладательницы пышных форм лучшей российской грудью. Та, хоть и родилась в Москве и является россиянкой, до аннексии Крыма пару лет проживала в Алуште. В сюжете мнение одного человека, которого знают лишь в узких кругах, выставляется как мнение всех украинцев. Это называется манипуляция. Тем интереснее дальнейший смысловой скачок из женского бюста на бороду Деда Мороза. Перед этим, правда, звучит еще одна эпическая фраза о том, что россиянку, которая не посещает Украину и не интересуется политикой вообще, обещают внести в черный список. Кто обещает, с какого такого чуда, понятно лишь автору сюжета. И Россия опять унижает Украину. И там Марию обещают внести в черный список. Вместе с ней туда на днях занесли и Деда Мороза. Всего год назад он открыл свою резиденцию под Киевом, а теперь ее придется закрывать. Тему запрещения Деда Мороза чуть ранее поднял в эфире ток-шоу Соловьева бывший украинский депутат-сепаратист Марков. Тот самый, который возил на сафари в Донецкий аэропорт Михаила Пореченкова. Вы знаете, что сегодня в Украине, мы как раз сегодня с коллегой обсуждали, уже пытаются отменить Новый год, чтобы не было Деда Мороза. То есть у нас Санта-Клаус и Святой Николай Николай, потому что русский Дед Мороз. Они начинают работать с детьми уже с трех-четырехлетними, понимая, внушая им, что уже нет Деда Мороза. У нас теперь будет Святой Николай, такая папа, такую программу они запускают. Далее в сюжете на ТВЦ выдается очередная порция лжи о том, что в Украине Деда Мороза заменили на Святого Николая, при том, что эти персонажи не являются тождественными, как, скажем, североамериканский Санта-Клаус и финский Йоулупуки. Дед Мороза заменили на западноукраинского Святого Николая, объявили старым и проверенным оружием Москвы против украинских детей. День Святого Николая является всемирным, а не украинским детским праздником. Отмечается в христианской традиции 19 декабря. Дед Мороз – персонаж светского праздника, называемого Новый год. То, что Деда Мороза в Украине никто не отменял, докажет любой школьник. По всей стране сценарии новогодних утренников не претерпели каких-либо изменений. Но чтобы нагнать ужаса на зрителя и воздействовать на эмоциональные центры мозга, нужно обязательно упомянуть в тексте Дмитрия Яроша – «Правый сектор», а лучше Степана Бандеру. Так надежнее. Если ты даришь своим детям подарки от Дедушки Мороза, ты предатель украинской нации. Деда Мороза придумали московские коммунисты для того, чтобы растлить украинских детей, сломать моральный позвоночник украинства. Если хочешь что-нибудь праздновать 1 января – празднуй Рождество, день рождения великого сына украинской нации Степана Бандеры. Напомним, что сюжет начинался с пышных женских форм. Потом был Дед Мороз и Степан Бандера. Поэтому вполне логично, что далее должен появиться Иисус Христос. Кстати, связь Бандеры и Рождества украинцам не так давно объяснили. Бандера, по мнению украинских исследователей, никто иной, как и воплотившийся Иисус Христос. Родился не в Галилее, а в Галиции, где и создал великую украинскую нацию. А единственный, кто мешал ей жить спокойно, проклятые москали. Особенно императоры. К примеру, сознательным украинцам давно известно, Петр I украл природное название их страны – Русь. После чего ничего не оставалось, как назвать ее Украиной. А недавно открылось, что Петр I подло искусил и подкупил не кого-нибудь, а великого немецкого географа Гумбольта, чтобы тот сдвинул границы Европы. Она, по мнению украинцев, совпадала с восточными рубежами Речи Посполитой. А Гумбольт, искушенный московскими деньгами, перенес границу на Урал. Незаконно дав Москве право заявлять, что она и есть Европа, а не дикая степь с кровожадной ордой. Потребляя этот смысловой винегрет, не старайтесь уловить логическую нить. Украинское общество, понятия, не имеющие об отношениях Петра I с каким-то Гумбольтом, по словам журналистки, только и мечтает перенести границу Европы на старые рубежи Речи Посполитой. Там, где недоработал царь, сработали диверсанты ГРУ. Под покровом ночи высадились в США, проникли в охраняемый музей украинской миграции и выкрали очень важный документ – дарственную на Кубань, которую Екатерина II якобы дала кубанским казакам. Годами правительство США и Украины, по данным украинских СМИ, пытается выцарапать из цепких лап России уникальный документ. Безрезультатно. Никаких подтверждений реального существования этой истории, естественно, нет. Никаких подтверждений нормальному психическому состоянию, написавшего этот текст, естественно, нет. Но очень многие люди на Украине во все это верят, особенно люди молодые. Они живут в условиях мифов, которые они сами же себе создали. И они должны постоянно эти мифы подпитывать, иначе у них начинается когнитивный диссонанс. И им так комфортно. На Украине уже выросло целое поколение, которое уверено – украинской нации 140 тысяч лет. Да что ты, черт побери, такое несешь? Но и говорил на староукраинском так же, как и легендарный Спартак. Именно украинцы приручили коня, изобрели колесо и плуг. Раньше подобное вызывало улыбку. В России никто и никогда не думал, что это не стёб, а сознательное создание параллельной реальности. Технология, которая отрабатывалась годами, если не десятилетиями. По совету Геббельса, чем больше ложь, тем быстрее в неё поверят. Утверждение о том, что украинцы изобрели Спартака, приручили плуг и заставили говорить на староукраинском «Коня Ноя», написанное тем же фантазёром, который выдумал историю о древних Украх. А чтобы заставить русских поверить в то, о чём украинцы даже не слышали, нужно воспользоваться специальными приёмами, разработанными в фашистской Германии. Поэтому одна из цитат Йозефа Геббельса, почитателем таланта которого является Владимир Путин, звучит довольно комично. Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И он добивался своего, он был талантливый человек. Тебя убедили, что ты украинец, ты, может, даже и вырос с мыслью о том, что да, мы особый украинский народ, а таких на Украине уже миллионы, то да, всё, что тебе помогает чувствовать себя гордо, как украинец, ты готов воспринимать не очень критично. Русофобам быть сейчас на Украине выгодно. Более того, всей Украине, как стране русофобки, тоже пока что выгодно себя так позиционировать. Она именно это продаёт на Запад, именно это использует как свой главный ресурс. Ещё одна гарантия – тотальная изоляция всех инакомыслящих. Жители Донбасса, к примеру, собираются согнать в Бантустаны. Были раньше такие резервации для негров в ЮАР. То же самое предлагают повторить на Украине. Может, и не повторят, но многие среди так называемых «сведомых», то есть сознательных украинцев, это предложение одобряют. Они свято верят в свою исключительность и в созданную вокруг них виртуальную реальность. В этом фрагменте сюжета зрители настойчиво убеждают, что украинцы верят в свою исключительность и ради защиты национальных интересов готовы проводить геноцид против жителей Донбасса. Особо цинично выдвигать подобные обвинения в адрес народа, который стал жертвой кремлёвского геноцида, пережил два голодомора и внёс огромный вклад в победу над фашизмом. Ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой. И повторяют не тысячу, тысячи раз. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Субтитры создавал DimaTorzok